Илья, наша программа называется «Суть и присутствие». Ух ты! Для меня твое присутствие здесь – это одной мечтой меньше еще стало в моей жизни. И большая честь. И для меня ты человек послания на самом деле, потому что ты не только музыкант, но человек, который проводит всякие встречи, перед всякими людьми в оранжевом выступает, перед студентами. Первый вопрос, который я хотел бы тебе задать – что, по сути, ты хочешь сказать? Что самое главное, как тебе кажется, ты знаешь, в чем послание? Мне кажется, это можно сказать более толерантно и менее. Просто пришло время изменения. Это чувствуют все люди на планете. Люди должны как-то объединяться. Все к этому идет, и об этом говорит сама природа. Если ее внимательно наблюдать, то закон, я бы даже назвал Божьим законом в природе, он ясно прослеживается во всем. В том, что если что-либо объединяется, какие-либо две вещи, они порождают нечто третье, происходит какой-то эволюционный шаг, какая-то новая жизнь, новое открытие и так далее. Все, что разделяется само в себе, сразу начинает деградировать и умирать. Люди – то же самое. Мне кажется, чтобы наступила какая-то общность, единение людей, религиозность должна превратиться во внутреннее качество человека – самое главное. Мне кажется, что настало время, чтобы знание о душе стало практически применимым, каждодневно, потому что я исключительно всегда выступаю за практичность любого знания. И самое главное, что оно должно идти, конечно, оно должно быть понятно и разумно. То есть это что-то должно быть объединяющее, то, что идет от разума, от души, от сердца человека. То есть не основанное на каких-то прошлых текстах, мне кажется, вот так. Ну смотри, существуют традиционные религиозные институты, огромные традиции, массы народа, прекрасные храмы. И тем не менее ты говоришь какие-то вещи, которые как бы там не досказаны. Я свидетельствую это просто по своему сердцу. Очень важные аспекты сказал, что практичность знания. Что означает практичность знания? Не звучит ли это как некий прагматизм в духовных вопросах, который на самом деле опасен или даже парадоксален? Ну просто мне кажется, что есть определенные практики, которые способны изменить жизнь человека и жизнь людей вокруг него. Сколько бы человек ни старался заставить себя быть добрым, да, скажем так, если опираться на какие-то вот правила и догмы, да, в разных конфессиях, да, как бы в разных религиях, но все равно более-менее все сходится, да, как бы там по каким-то моральным нравственным аспектам. И, например, вот понятное дело, что человек должен быть добрым. Все это как бы понимают разумом и умом. Но когда человек начинает пытаться заставлять себя быть таким, да, например, быть честным, да, быть добрым и так далее, но это не соответствует его природе разума внутренней. И возникает конфликт, возникает насилие над собой, и это вот как оттянутая резинка. Это можно вот годами-годами оттягивать, оттягивать, потом это все равно психика человека не выдержит, он говорит, все, и в одну секунду все рушится, да. Или, например, в какой-нибудь конфликтной ситуации серьезной, да, все равно его настоящая истинная природа прорвется. Поэтому я выступаю за то, чтобы изменить саму платформу внутреннего человека. Потому что доброта человека, это должно быть естественным следствием его знания о себе, его позиции. Человеку нужно объяснить, кто он, где он находится, потому что именно это удовлетворяет разум человека. Вот однажды один из моих вчителей сказал, определил истину, очень кратко. Он сказал, истина – это то, что делает тебя счастливым. Очень прекрасно. Вот и все. Так вот, когда человек получает истинное знание, он действительно приобретает все позитивные и какие-то, с нашей точки зрения, качества. Он, естественно, становится сильным, честным, храбрым, порядочным, добрым, сострадательным. Это естественные следствия его внутреннего изменения. А изменения происходят, потому что в него попала истина. Он узнал правду о себе, о мире, откуда он сюда пришел, зачем он здесь, кто он на самом деле, какие у него стоят задачи здесь. То есть он понял, кто он. Самое главное – это, как говорится, прийти в себя. Как только он пришел в себя, все стало хорошо. Истина изначально уже в человеке или истину нужно привнести? Истина и есть человек. Она, конечно, в нем. Но это не нечто то, что человек имеет снаружи. Это просто один из аспектов человека. Это качество человека. Это то, чем он является на самом деле. Ведь человек есть жизнь. Человек – это просто форма, которую жизнь принимает на время. Иисус сказал прекрасную фразу. Я есть жизнь. И я считаю, что эту фразу может повторить за ним любой человек. Так оно и есть. Так вот, одно из качеств жизни – это истина. Поэтому просто, когда, скажем, человек живет во лжи, не по правде, он просто искажает свою собственную природу и поэтому становится несчастлив. Какую истину нужно сказать человеку, чтобы он стал счастлив? Что является в этом смысле сутью? Если это выразить так, очень сжато, коротко, как атомное ядро такое, чтобы заработать? Всего три слова. Мы все один. Очень интересно. Расскажи, пожалуйста. Это буквально, это не в переносном смысле. Но большинство людей живут в этой, если с адоватической точки зрения, иллюзии отделенности. Я и другие. И другие агрессивны ко мне. Бог агрессивен ко мне. Он что-то ожидает от меня. Другие агрессивны. Мир агрессивен. И прийти к этому ощущению, что все одно… Если теоретически это принять, это может стать одной еще… Еще одной идеей или догмой. Как в это попасть? В принципе, на самом деле, это такая йога души, да? Йога бывает разная. Она бывает для тела, для ума, разума и для души. То, о чем мы сейчас говорим, это применимо очень просто. Если человек начинает строить все свои… Любую свою деятельность, решения, мысли, слова, какие-либо действия… На платформе того, что он считает всех вокруг себя собой же… То есть, когда он понимает, что все вокруг него – это он же сам, меняется отношение ко всем сразу же. То есть, смысл в том, что я одно на всех. Вот очень простой секрет. Это как внутреннее откровение может прийти или человеку достаточно принять это теоретически и потом над этим размешать? Это можно пережить. И мало того, это очень важно пережить, потому что любое знание ума – оно бессильно. Если человек что-то знает, но не уверен в этом на все сто, это знание остается на уровне теории, которые нужно постоянно доказывать. Но если человек какое-либо знание доказал себе уже внутреннее, это становится его опытом. И в этом разница. Опыт дает силу. То есть, без сомнения. Вот если человек не сомневается, не на секунду, что он может пойти по воде, он берет и идет. Потому что это знание на уровне опыта его. Как только он усомнился, как только знание перешло в уровень ума, а ум всегда сомневается, как теория, он тут же начинает тонуть. Здесь то же самое. Поэтому важно не просто принять идею единства умом, но постараться действовать так все время. Это такая же практика, как любая деятельность. То есть, мускулы можно гантелями накачать. Дух сознания точно так же тренируется. Прагматично, наверное, звучит, но тем не менее. Душа тренируется. И она тоже должна быть все время в усилии. Ну да, классика. Душа обязана трудиться. Трудиться, правильно, да. И это очень тяжело. Начните с 30 минут. Даже с 15. 15 минут находиться в осознании очень тяжело. Что значит находиться в осознании? Вот все время находиться в понимании, что ты и все остальные это один и тот же. То есть, это как духовная практика? Да, как духовная практика. Выходишь на улицу, засекаешь 15 минут. Вот 15 минут из этого состояния единство не должен вывалиться. И ко всем относиться соответственно. И когда человек это так делает, он видит разницу. Изменяются взаимоотношения. Изменяются результаты взаимоотношений. И даже если человек всего одни сутки будет вести себя именно так, то вся его жизнь изменится за эти сутки. Вся. У тебя эта идея как-то в творчестве отражена? Мы выпустили, во-первых, несколько альбомов на эту тему. Несколько альбомов? Ну, два, по крайней мере, да. Первый назывался 1 плюс 1 равно 1. Такая вот математика абсолюта. А второй назывался содружество. То есть, это слово как раз объясняет, как это все происходит. Это не просто какой-то вот конгломерат, а это содружество. Это единый организм. Это единство индивидуальности. Да, единство индивидуальности, да. Потому что я очень-очень часто вижу, что люди ищут каких-то референтных групп, музыкальных, религиозных и так далее. Они попадают в этот групповой паралич и теряют там себя. Как сохранить внутри той или иной группы, например, даже религиозной группы, индивидуальность и сопричастность? Как найти этот баланс? Единство происходит на уровне души, да, на духовном уровне. Есть такое понятие, как ложная личность, да. То есть, вот человек. Когда, например, я осознался, кто я такой, да. Вот в тот момент Илья умер, а я родился. То есть, я перестал быть человеком, перестал быть Ильей в какой-то мере. Я понял, что Илья – это то, во что я играю. И тогда я понял, что я могу играть очень во многое. Что Илья – это просто одна из форм, которые я принял на время. И тогда это помогло мне, например, там, вскрыть, скажем, память о том, кем я был до этого. И даже какую-то получить информацию, там, примерно, да, о том, что меня ожидают впереди. Потому что это не вопрос каких-то волшебства, да, какого-то там чуда, а вопрос практики сознания, да, работы с сознанием, вот и все. То есть, как будто это сознание играет в разных формах и в разных формах проживает свою жизнь. Конечно. И индивидуальность не теряется потому, что в таком союзе, потому что все мы неповторимы. Если взять совершенство целое, ведь в нем все части не повторяются. Оно же уже совершенное, да. Поэтому каждая часть, минимальная, занимает свое место. Части не дублируются, нет смысла. Никакого смысла дублировать нет. Поэтому каждый из нас является частью этого совершенства. Мы не повторяем друг друга никогда и ни в чем, как снежинки. У нас у каждого свой индивидуальный узор, да, даже на уровне энергетики. Поэтому говорить о том, что прийти к какому-то единству среди людей, да, в этом, вот как бы там, как говорится, всех в одну бескозырку одеть, это невозможно. Даже медицина сейчас знает, да, это на всем проявляется. Люди не могут есть одно и то же. Одному нравится это, другому это. Одного лечат это лекарство, другого убивают и так далее. Везде нужен индивидуальный подход, если дело касается формы и объекта. Что может объединить, что, единство в чем? Единство в том, что люди должны понять, что они все время пытаются найти душу, да, и не могут это сделать, потому что они ошибаются в самой предметности души. Они все думают, что это объект. Все объекты — это иллюзия, фокус. А все процессы — это истина. Вот и все. Вот так устроен мир. Процессы истинны, а объекты иллюзорны. Поэтому душа, я, то, чем мы являемся — это не объект. Это процесс. Это процесс. Ну да, вот лингвисты говорят, что сначала появились глаголы, например, «любить», да. От этого а глаголь несуществительная любовь. Да. И как только процесс становится объектом, он застывает. И поэтому очень много людей… Это временная форма. Об определениях. И вот в мире застывших определений и понятия люди живут в большей степени, даже не живут, а как будто оперируют им вместо того, чтобы жить. Как вернуться в тело, в жизнь, как почувствовать это? Надо осознать себя душой. Душой, которая процесс. Да, которая есть просто энергия, которая перетекает. Это движение энергии сознания. Точно так же, как человек был ребенком маленьким, да. Потом вот, например, взять несколько фотографий. Маленького ребенка, подростка, да, потом взрослого человека. Потом уже такого там с детьми, да, потом уже дедушка. И показать другому человеку, он же скажет, ну, это все какие-то разные люди, да. Но родственники скажут, нет-нет, это все один и тот же человек. То есть есть нечто, что переходит, да, из младенца в подростка, во взрослого человека, потом в дедушку. Есть нечто, что меняет все эти формы. Мало того, даже биология сейчас знает, да, что тело человека полностью, да, от первой до последней клетки меняется в течение семи лет. Всего семи лет. То есть все, в чем мы сейчас одеты, всего этого семь лет назад вообще не существовало, не было. Но мы же где-то были. То есть есть нечто, что переходит, да, меняя форму. Вот это вот нечто и есть мы. То есть это мы есть жизнь. Что остается, несмотря на изменяемость формы. Да, то, что меняет. Есть даже вот, например, в буддизме есть прекрасная такая вещь, она называется медитация отрицания. Когда человек садится и начинает концентрировать свое внимание на вещах, которые у него есть. Скажем, мои руки, моя нога, моя голова, мой ум, мои мечты, мои сны, да, мои желания, мои стремления. Но кто такой я? То есть любая вещь, про которую человек может сказать, это мое, это уже не он. Но есть хозяин, который все это, да, тот, кто является хозяином всего этого. Вот это и есть то, чем являемся мы. Ну, на Востоке есть еще медитация атмовичария, кто я, кто я, кто я, кто я. Да, да. Есть такой способ. И люди по нескольку лет задают этот вопрос. Но я смотрю, мир настолько сейчас динамичный и быстрый, что если нет быстрого результата от той или иной духовной практики, человек бросает заниматься. Скажи, пожалуйста, из религиозных учений и направлений самых разных, что тебе ближе? Ведическая культура. Только потому, что я считаю наиболее полный и адекватный описывающий вот практически применимый. То есть то, что можно применять. И она просто дает какие-то более-менее адекватные описания того, что есть человек, например, взаимоотношения с тем же самым Богом. И дает самая важная платформа и цель. Мне так кажется. Потому что вот главная ошибка, на самом деле, которую я встречаю постоянно среди людей, занимающихся духовными практиками, какими-то практиками саморазвития, они не понимают, зачем они это делают. То есть когда спрашиваешь, какого-нибудь там йога, вот зачем ты йогой занимаешься? Он говорит, ради йоги. То есть как портос. Я дерусь, потому что я дерусь. Если есть цель, человек сразу понимает, куда идти. У него сразу появляются силы, энтузиазм и так далее. Цель исчезает, никакого энтузиазма нет. Поэтому все-таки люди, они не очень понимают значение и смысл практики. Люди втягиваются в механические процессы без осознанности. Да. Это просто кружок по интересам. Одни марки собирают, другие йогой занимаются. Смысла никакого саморазвития не происходит на самом деле. Или там вот очень многие даже люди в религиях, точно так же, буддисты те же самые. Мы собираемся там все помедитировать. Зачем? Освободиться. Они даже не очень толком понимают, что это такое. А я же за то, чтобы была совершенно четкая, конкретная цель в практике. И вот по поводу цели здесь могу сказать, что... Однажды мой учитель искал гениальную вещь. Для меня она кажется гениальной. Он сказал, понимаешь, или я возьму какого-нибудь человека, который такой быдло. Он хочет только там, не знаю, много секса, много денег и так далее. То есть какие-то примитивные такие желания на уровне животной природы. Богатство там и так далее. Там известности какой-то там и что. А есть йог, который вот содержит себя в аскетической частоте. Занимается медитацией, да, практиками и так далее. И движется к своему освобождению. Там к нирване. Он сказал, смысл в том, что нету разницы между ними. Оба они шагают в ад. Потому что оба они желают себе хорошего. Просто алчность йога гораздо более в изощренной тонкой форме находится, чем алчность вот этого невежественного человека. Он хочет в себе всего лишь алкоголя, там секса и денег. А этот хочет себе освобождение. А разницы никакой. Вот поэтому, он говорит, самое важное, чтобы люди понимали цель всего саморазвития. Человек развивается для того, чтобы не себе получить благо, а чтобы служить благом для других. Это все делается для того, чтобы человек мог служить другим. Только отказавшись от свободы, от освобождения, ты сможешь ее получить. Только отказавшись от любви, ты сможешь дать ее другим. Вот когда ты не ищешь ее себе, ни малейшего проблеска и желания получить себе эту любовь, вот только тогда ты можешь давать ее людям. Но Евангелие, по сути, об этом говорит. То же самое абсолютно говорит. Да, просто другими путями. Я всегда поэтому говорю, я не хочу, чтобы религии исчезали. Я считаю, что это очень нужная вещь. Любая религия, это правильно и нужно. Просто для каждого народа это возникало немножко по-разному. Буддизм более понятен для людей, которые живут в регионах определенных. Христианство более понятно вот здесь для людей и так далее. А по сути, суть-то одна и та же всех религий. Поэтому, мне кажется, люди все-таки в конечном итоге уже заметны, что их разум вырос за последние какие-то там несколько сотен лет. И они уже готовы к тому, чтобы принять единое духовное знание. Вот я к чему говорю, что все-таки это должно стать духовным знанием, а не следованием каким-то догмам и правилам и обрядам. Потому что любая догма, любой обряд и правила – это ведь ограничение. Да? Ограничение извне. Это, по сути, клетка. И я как говорю, что зачем тигр держит в клетке, да? А кошку не держит в клетке. Почему? Потому что тигр не может контролировать свои чувства, свои желания. Вот и все. Нет самоконтроля. Если человек на начальном этапе своего развития для того, чтобы свою страстную природу опуздать, ставить себе или религии его, ставить ему правила ограничения, там посты, молитвы, коленопреклонения, на начальном этапе это очень классная терапевтическая, воспитательная работа. Согласен. Но наступает момент, когда человек должен прийти к этой свободе или второму рождению, когда он понимает, что он уходит это ложное… Он становится выше этого вопроса. Да, конечно. И тогда все эти вещи, он может использовать их, может быть оставаться в свободе, оставаться в бесформенности. Верно, верно. Очень многие люди остаются, на самом деле, в лоне своей конфессии, прекрасно все понимая, понимая общность всех религий, понимая, что все об одном говорится и так далее, но все равно остаются свои конфессии. И даже я однажды спрашивал, батюшку православного спрашивал, тоже с которым мы очень долго переписывались, «Батюшка, зачем вы все-таки остаетесь? Вы же понимаете, на самом деле, как все происходит?» Он говорит, «Да, Илья, конечно, я все понимаю, но если я уйду, а кто останется?» То есть, если все понимающие люди уйдут из религии, то на кого мы всех оставим? Понятное дело, что люди не готовы, да, паства-то не готовы к тому, что вот сейчас святой отец снимет с себя крест, да, рясу и скажет, «А теперь мы можем без всего этого». Люди-то к этому не готовы. Это я понимаю, да, что это все внешние атрибуты, это необязательно. Важно то, что у тебя в душе и в разуме находится. Ну, фактически, пространство духовного, религиозного поиска, пространство той или иной конфессиональности – это место, куда люди приходят за духовную, потому что это как бы в социуме обозначенное место. За ответами? Некоторые люди обретают эти ответы, но уже на уровне духа, как бы за пределами слов. Некоторые продолжают просто придерживаться традиции в неосознанности, как ты про этого йога рассказывал, не понимая зачем. Скажи, пожалуйста, а вот твои песни как рождаются, как это состояние творчества? Для тебя это что? Это обычное состояние, например, ты идешь просто по улице, раз песня свалилась? Или, может быть, ты как-то настраиваешься, входишь во что-то, медитируешь? Я могу сказать, что здесь никаких нет правил, даже способов. У меня знакомый батюшка Николай сказал гениальную фразу «В мире нет таких правил, чтобы стихи были с рифмой». И здесь то же самое, что песня рождается, как правило, какие-то строчки в самый неблагоприятный момент, самый неудобный. Потому что когда ты, например, засыпаешь уже, изнеживался уже все под одеяло, и вдруг тебе начинает что-то приходить и думаешь, блин, сейчас вставать надо тебе за ручкой, думаешь, да ну его нафиг, утром запишу. Утром посыпаешься, ничего не помнишь, естественно. Или, например, в толпе, когда едешь в метро, и вдруг начинается что-то такое играть, и думаешь, вот сейчас надо в толпе все достать, записывать. То есть вот такие неудобные какие-то моменты. И поэтому главное правило – надо все равно сразу пересилить себя, вскакивать за бумагу, за ручку и как это записывать, потому что это вот и все уйдет. Мне кажется, это способность какая-то есть изначальная вылавливать что-то вот оттуда. Потому что это не человек, мне кажется, придумывает. То есть что-то такое есть, я не знаю, что это, но я чувствую, когда это приближается, и она начинает напевать, либо слова какие-то говорить, да, как-то складывается. То есть это похоже на игру. А ты просто вот так вот замечаешь и записываешь. Мне кажется, что любой творческий человек – это способ Бога говорить с людьми, вот. Вот и все. Это такое переговорное устройство, только живое, на ножках ходит, что-то ест, спит. А на самом деле это просто переговорное устройство, то есть такой типа телефона. Я такой современный телефонный аппарат, не более. Слушай, как ты отличаешь, например, если песня или стихотворение, произведение родилось из вот этого состояния, когда Боженька коснулся, да? И когда это просто выдуманное, ненастоящее такое, знаешь, из ума? Люди. Люди реагируют по-разному. Это очень известный такой факт. И в последнее время у нас очень много появилось творчества, которое вот надумано умом. Люди пытаются все это привести к какой-то формуле. То есть они уже знают какие-то красивые слова, красивые сочетания. Пишут такие тексты. А люди-то слушают, а ничего не трогают-то в душе, да? Потому что нет в этом переживания на самом деле. Можно сказать очень нелепыми и кривыми словами, да? И даже не в рифму. Неправильно сложить текст и так далее. Но все будут плакать, потому что это честно и искренне. А бывает, что прям вот гениальные стихи ассистенток... Ну да, да. Вот в этом смысл. Есть даже такая смешная поговорка, да? Когда плохому человеку хорошо – это попса. А когда хорошему человеку плохо – это блюз. Вот поэтому сердцем нужно петь. Я даже молодым музыкантам всегда говорю. Не столь обращайте внимание на музыкальное исполнение, на текст. Это все придет. Но если ты не поешь сердцем, тебя никто не услышит. Слушай, ты всегда так вот сердцем поешь, разговариваешь? Или бывает момент, что ты бывают дни, когда опустишь руки? И нет ни слова не можешь сказать. Я был с собой в разлуке. Вот это бываешь с собой в разлуке? Бываю, конечно. Как выходишь? Или вообще? Или не может не выходишь, муж принимаешь? Не знаю, как там в ведической традиции это правильно. Есть какое-то определенное… Вот на сцене, например, есть какое-то состояние транса. Некоторое определенное. Вот его очень важно поймать. А для этого нужно забыть обо всем остальном. Иногда бывает, что, например, у тебя температура 39,8, а тебе надо выходить и два часа играть концерт. И тебе плохо, и хочется горячего чая, и в шестяные носки и так далее. Но вот нужно сделать усилие, забыть обо всем этом и начать петь песню, переживая ее. Вот. Весь главный смысл в том, чтобы каждый раз, когда ты поешь песню, делать это не автоматом, просто там заученные слова, ба-ба-ба-ба-ба-ба, да, и заучено играть. Но каждый раз переживать смысл того, что ты поешь. Как только ты начинаешь, вот заставляешь себе первую строчку, вот, как говорится, разумом уехать, вот, да, вот как бы, ты начинаешь петь песню, и все остальное отступает. Вот он так раз, и два часа прошло. И даже не упомнить, а как так быстро, так все, так вжик-вжик-вжик, а уже два часа прошло. То есть что-то происходит со временем, даже с восприятием. Я за все два часа выступления на сцене никого из музыкантов вообще ни разу не видел. Хотя они все были на сцене рядом со мной. Такое измененное состояние. То есть есть какой-то живой образ, да, вот в песне заложено. Это же образ, это не просто слова. И ты пребываешь в этом образе, вот туда как бы влезаешь, и оттуда как бы открываешь двери людям, да, ты даешь им возможность прикоснуться к нему. То есть это же такая предтеча телепатии на самом деле. Но когда ты не просто мысли свои передаешь, а полностью образ, весь состояние. То есть смысл артиста не спеть просто песню, да, а попытаться сделать так, чтобы человек, который слушает песню, в этот момент уловил то состояние, в котором артист эту песню писал. Вот это самое состояние должен каждый раз ловить зритель, когда при исполнении этой песни. Иначе другого смысла никакого нет. Слушай, я был у тебя на встрече в Центре ведической культуры. Там не было свободного места никакого, ни одного. 800 человек было там. Мне пришлось стоять, я понимаешь, честно, стоя слушал тебя. И у меня вопрос у тебя вообще, зачем люди вот приходят? Каждый раз ты как будто говоришь одно и то же разными словами. Тема одна и та же, только она разворачивается по-разному, но как будто основа... То есть не то, что у тебя новая тема. Одну и то же говорю. Да, а зачем они приходят на тебя? Причем некоторые люди по несколько раз. Чего они как бы от тебя-то получают? Как ты понимаешь, как... Да, понимаю. Говорящие. Ну-ка. Они получают прямое ощущение, переживание. Вот почему. У меня, например, тоже есть учитель. Я прекрасно могу посмотреть какие-то его лекции на видео. Но есть одна хитрость. Когда ты слушаешь это все просто в наушниках или смотришь по телевизору, ты не можешь ощутить состояние. Вот физиологическое состояние, да, какое-то. А когда ты находишься рядом с ним, и вот он что-то говорит, говорит... Вроде уму все понятно, да? То есть ум соглашается. Такой, да, наверняка так может быть. Но в какой-то момент вдруг ты ловишь... Вот как я с песней сейчас рассказал. Ты ловишь его переживание. То есть состояние, в котором находится он. И это настолько сильно отличается от того, в чем находишься ты, от твоего переживания мира. И это физическое ощущение. Это чувствует тело на всех уровнях. И разум, тело, и душа. То есть вот удивительно. Это похоже действительно на какой-то вот транс. Это бывает очень короткое, короткое переживание. Но тем не менее, и ты понимаешь, вот к чему нужно стремиться. То есть ты почувствовал это. Как будто он много-много говорил о воде. Объяснял, например, что такое вода или там квас, да? А люди никогда этого не пробовали. Так вот мастер может дать квас попробовать таким образом. Не просто о нем рассказать, а попробовать. И каждый ощутит его вкус. Вот здесь то же самое. Потому что когда, например, я читаю лекцию, у меня же нет какого-то заготовки, да, текста там. Я выхожу, начинаю говорить, а дальше оно само как-то все происходит. И люди чувствуют. Я им стараюсь не просто рассказывать какие-то вещи, но чтобы они почувствовали, каково это. Но скажи, из людей, которые вот живы и так еще, для тебя кто является мастером, к которому ты готов прийти, чтобы в их присутствии пережить вот этот поток, уже как ученик? Ну, если говорить об учителях, то у меня есть совершенно конкретно, то есть учителей несколько, да, но они, скажем, как специалисты. То есть у меня есть учитель по йоге, да, с которым я занимаюсь исключительно практикой йоги. У меня есть, скажем, учителька, с которой я занимаюсь там, ну вот исключительно там цигуном и какими-то практиками по энергетике, да, и так далее. И у меня есть два учителя, вот в ведической традиции, да, это называется малый учитель и большой учитель. Я не знаю, как это правильно в православной церкви, да, называется, что есть человек как бы наставник, который все время рядом с тобой, да, которому ты можешь позвонить в любое время дня и ночи, да, то есть он такой как ближе к тебе. А есть такой вот большой учитель, да, которого ты видишь редко, но основной, да, но метко. Так получилось, что оба учителя мои находятся в ведической традиции. Для людей будет понятнее, если я скажу, что это общество сознания Кришны, да, хотя я не отношусь к этому, да, как бы там, к этой конфессии. И я считаю даже, что эти люди находятся, в общем-то, не столько в ней, сколько уже гораздо выше этого всего. Они просто остаются там до сих пор. В миру моего учителя зовут Александр Хакимов. Сейчас у него есть духовное имя, да, понятно, там на санскрите звучащее, но мы между собой до сих пор втихаря называем дядя Саша. Ну, как-то там привычнее, чем это санскритское имя. Вот, какое-то такое, хотя он такой красивый звучит, там, Чайтани Чандра Чаран. Но мы все время так, дядя Саша, с любовью. И есть у меня вот друг в Питере, который является моим таким духовным наставником. Он ученик Чайтани Чандры, соответственно, от Саши Хакимова. Я к которому могу все время, в любое время прийти, который меня поддерживает. А в музыке? В музыке меня всегда интересовала, в первую очередь, личность. Не столько умение владеть инструментом, сколько вот личность, да, выражение. Та же самая Зимфира была интересна как личность, да, и, соответственно, то, что она делает. Мне ей было интересен и Костя Кинчев всегда, да, как человек, как имеющий свою позицию определенную, да, на которой он стоит очень четко и действительно мастерски делает свое дело. И Юрк Шевчук, да, так сказать, и Витя Цой. Ну, в общем, все такие известные имена. И есть и среди западных исполнителей тоже люди, которым очень интересно. Которые несут что-то в мир, пытаются донести какое-то знание. Тот же самый, например, Трэнд Резнер из «Найд Нич Нелс». Или есть какой-то человек, Эл Йоргенссон из группы «Министры». Это же тоже люди, которые пытаются донести какие-то вот осознанные вещи до людей. Вопрос, который, может быть, звучит банально, но мне хочется из твоих уст, это… Ну, в чем смысл жизни? Это уже было. Еще один есть из такого же списка. Что такое любовь? Есть очень простое определение. Такую сделаю сносочку, да, такой пролог. Мне кажется, что должны быть очень простые, очень детские, понятные объяснения каждому понятию. Вот, например, любовь – это тоже очень простая вещь. Любовь – это жертва себя во имя счастья другого. Вот и все. То есть это деятельность, направленная на обретение счастья другим существом. Служение, по сути. Но служение – просто слово, да, люди в последнее время, они воспринимают его с негативным. Да, типа пахать надо. Да, то есть надо на кого-то работать, на какого-то дядю там пахать. Но дружба – это тоже служение. Ты же для друга служишь. Что такое служение? Это ты тратишь на это существо, не только человека, но вообще на живое существо. Ты тратишь на него свое время, усилия, возможности своего разума и так далее. Воображение. То есть ты кладешь к его ногам всего себя. То есть его служение ему, для его счастья, для обретения им счастья – это и есть любовь. Но если говорить так предметно, да, что любовь – это мы, это не то, что с нами происходит, так и жизнь. Жизнь и любовь – это одно и то же, на самом деле. Это разные качества одного и того же. И это есть мы сами. Это не то, что с нами происходит. Любой человек может сказать – я есть любовь. Это будет истина, это будет правда. А если он еще не есть? Если он только эго, только мне, мне, мне? В любом случае является любовью. Любовь – это энергия, которой мы являемся. Вот и все. Просто она находится в непроявленном состоянии иногда. То есть это похоже на кенгуру, которая забыла, кто она. То есть она ходит вокруг дерева, такая – может, я ежик? Такая – раз за уши себе яблоки, такая – нет, что-то не прет мне яблоки таскать на ушах. Как-то не по мне это. Рыба говорит – может, ты рыба? Кенгуру такая зашла, там по шею в воду такая, походила. Нет, что-то мне тут мокро, как-то склизко и не нравится. Лягушка там – может, ты там в болоте-то лягушка? Залезла в болот посидела в грязи, такая – нет, что-то мне не нравится. И тут мимо кенгуру скакал и такая говорит – дура, ты же кенгуру обычно. Она такая – ах, да, точно, запрыгала и стала счастлива. Почему? Потому что всем нравится быть собой. Здесь то же самое. Любви, которой мы являемся, нравится быть собой. Но чтобы она проявилась и начала быть собой, ее нужно проявить. А как можно проявить любовь? Полюбить кого-то. Вот и все. Как только человек начинает испытывать любовь, да, испытывать, то есть ее переживать на опыте по отношению к кому-то, он сразу становится счастлив. Почему? Потому что кенгура вспомнила о том, что она кенгура. Он стал самим собой. Все. Душа вспомнила, кто она на самом деле. И сразу стала счастлива. Ну, по сути, это очень как будто две взаимовосполняемые истины. Во-первых, проявляя любовь. Во-вторых, открываешь то, что другого не существует, что существует одно. Да, так и есть. У тебя есть прекрасная то ли песня, то ли стихотворение на эту тему, как сознание играет в прятки. Само собой. Где-то... А, есть такое, да. Ты помнишь? Можешь воспроизвести? Ну, собственно, это не то, что про сознание, это стихотворение про Бога. Про Бога, конечно. Все замкнуто в себе и видит лишь себя. На 360 вокруг лишь только зеркала. И чтобы все взглянуло на себя со стороны, пришлось ему прикинуться тобою. Извини. И рано или поздно, но настает тот день, в который каждый узнает во всем свою же тень. И снова возвращается, забыв о слове «я». Так свет, прикидываясь тьмой, осознает себя. Это фокус, это иллюзия, конечно. Конечно. Чтобы проявлялось что-то, чтобы процесс, которым мы являемся, да, чтобы любовь могла проявиться на опыте, быть переживаемой, быть жить, жить, быть в бытие. Должно быть минимум два объекта. Тот, кто любит, и тот, кого любит. Поэтому любви пришлось создать эти два объекта. Фокус. Для того, чтобы энергия могла течь с одного пункта в другой. И все время быть в переживании самой себя на опыте. В этом и есть процесс жизни. Переживание самой себя посредством фокуса, посредством объектов. Кто для тебя Бог? Лучший друг. Самый лучший друг. Которым я даже не представляю, сколько миллионов-миллионов лет я нахожусь с ним рядом. То есть более близкого существа к себе даже не могу себе представить. Самый ближайший друг. И в Бхагаладгите есть такое тоже на санскрите выражение, стих, который так и говорит. Сухридам сарвабутанам. Это на санскрите звучит. Что Бог – это лучший друг всех живых существ. Вот я это пережил на опыте. Не просто в уме, а на опыте. Но на лекции я даю очень прикольное упражнение. Да. Чтобы человек понял, что такое Бог, он должен взять, например, длинный-длинный лист бумаги, или много листов бумаги, много-много раз написать слово «Бог», потом поставить знак «равно», а потом писать все, что ему вздумается. И это будет правдой. Ну, потому что он же есть все. Бог равняется, а дальше все, что угодно. Потому что Бог будет и это тоже. Нельзя о нем ничего сказать такого, чем бы он ни являлся. Он является совокупностью всего. Это есть все, что было, есть и будет, и вообще способно быть. Я помню, на этой лекции ты приводишь интересную такую метафору, что человек как будто клеточка, и Бог – это как будто тело, и мы находимся как клеточки в этом теле, и клетка там, дальше ты мысль развиваешь, как-то осознает себя или пытается отделиться от тела. Но как только она пытается отделиться, все, она погибает, она умирает. Я бы сказал так, что все равно живые существа все служат Богу. Знают они об этом или нет? На самом деле никто не может от этого уйти, потому что мы все находимся в этом. Но если существо делает это осознанно, оно счастливо. Если, соответственно, вся эта общность заставляет его это делать, помимо воли, то оно несчастно. Вот и вся разница. То есть два существа делают одно и то же. Разница в отношении. Один получает радость от этого, а другой – только страдание и горе. Но они одно и то же делают. К тому же, когда человек или вообще живое существо, она начинает служить Богу осознанно, всей вселенной, то у него, во-первых, это и получается гораздо лучше. Есть цель, ради чего становиться безупречным в своем деле, в своем мастерстве. Очень часто люди неправильно понимают, например, духовное развитие. Я недавно разговаривал с человеком, который работает в МЧС, и он слушал лекции, он занимался действительно какими-то практиками, он говорит, «Ты знаешь, Илья, я не могу оставаться в среде МЧС, потому что здесь работа вокруг меня неправедные люди. Я хочу уйти». Я говорю, «Ты что делаешь?» Алексей. Наоборот, ты должен сейчас… Вот твоя исключительно задача, да, вот послужить Богу, как? Стать директором этого МЧС, потому что сейчас там в кресле сидит какой-то демон, неправедный человек. И твоя задача как праведного человека дослужиться до этого уровня, чтобы это кресло занимал праведный человек. То есть ты обязан это сделать более чем когда-либо. Наоборот. Точно так же, как люди говорят, «Саморазвитие духовное – это отказ от денег». Да нет же! Деньги – это всего лишь инструмент. Если у праведного человека в руках находится много денег, эти деньги будут спасать мир, они будут помогать всем. Праведный человек должен быть богат, он должен быть успешен, он должен занимать самые высокие посты, он должен достигать власти, именно потому что все это инструменты для того, чтобы менять мир к лучшему. Это все инструменты. Вопрос в том, в чьих руках они находятся. Поэтому задача – все те же самые стоят. Просто для неправедного человека задача стоит все это получить себе. А праведный человек всего того же самого добивается для того, чтобы посредством этого служить другим. Вот и вся разница. Стимул разный. А действия одно и то же. И праведному человеку помогает вся Вселенная в этом. Поэтому у него чудесами и волшебством, да, как говорят, «Ой, какой везунчик! Ой, какой удачный! У него все получается, а у нас нет!» Это потому, что у него правильный стимул, мотивация правильная. И вся Вселенная говорит, «Безусловно, мы ему все будем помогать, потому что он достигает того же, что и мы все хотим». Смотри, очень многих людей сегодня мне приходится консультировать как священнику и как психологу отчасти. Такое чувство… Ну, конечно, вот сейчас кто-то нас смотрит. Вот Илья так может, например. Есть люди, которые говорят, «Я маленький человек, я вообще никто, я не могу выйти на этот уровень, мне бы хотя бы себя как-то наполнить чем-то, служением, любовью, вниманием, деньгами». А вот на такой уровень-то переходить, как этот переход-то осуществляется из обычного социального человека, который, ну, маленькая я так, мне, да, и побольше меня, и еще чуть-чуть, до вот так вот… Ты это говоришь легко, ты оказался там, слышишь, на втором этаже, скинул лестницу, а теперь лестницу прострой отсюда, чтобы люди-то как-то вот до этого понимания дошли. Потому что я слышу и чувствую, что у тебя это из опыта, ты это не теоретически говоришь. Ты здесь очень предельно честен, я это слышу. Но теперь нужно понять, как выйти из… Я неудачник, я, может быть, недостаточно хорош для того, чтобы… Вот из маленького я в большое я перейти. Для этого нужно заниматься деятельностью, практикой. Это нужно использовать знания. Когда человек меняет мотивацию действия, начинает действовать, он получает на уровне ощущений, чувственных ощущений, совершенно другое. Он чувствует это счастье внутри себя. Он сразу начинает это ощущать. Когда он начинает служить кому-то, да, и действительно в любви… Лучше начать с домашних, это более проще. Когда мне человек, например, спрашивает, «Как мне начать служить всему миру?» Я говорю, «Пам, пойди, помой посуду за маму!» «Вот оно!» «Оно рядом!» «Не надо бежать в черный плащ одевать и Бэтменом между небоскребами летать!» «Вот у тебя мама!» «Вот папа!» «Ближайшие товарищи!» «Помоги им!» «Любое живое существо нуждается в заботе, в помощи, в любви, во внимании!» «Мы все хотим одного и того же!» «Дай им это!» «Вот и все!» «Помоги им!» «Возлюби как минимум ближнего!» «Да!» «Но есть конкретная практика, которая объясняет очень важные и основополагающие вещи!» «Например, когда человеку говоришь, «Ты не есть тело, ты есть душа!» «Это может остаться на уровне ума, и просто вот какого-то мозрительной концепции!» «Но есть практика, которая позволяет это ощутить на опыте!» «Например, практика осознанного сновидения!» «То есть внетелесный опыт!» Если раньше это испытывали единицы людей, которые попадали случайно в кому, без сознания и так далее, то сейчас есть совершенно конкретные техники, разрабатываемые конкретными людьми, мастерами по этому вопросу. Когда человек на опыте, по-настоящему понимает, вот я, а вот мое тело на кровати, то есть он ощущает себя вне своего тела, он понимает, что действительно есть душа, что это не просто сказочки какие-то, из каких-то священных писаний, которые все почему-то называют святыми, а это правда! Вот! Это можно пережить, и сразу же вся концепция мироздания у него внутри меняется тут же. Едва только человек получил опыт себя, как души, сразу все меняется. Тогда ему уже не нужно ничего объяснять. Он всех людей начинает видеть по-другому. Он понимает, что все, что он видит, это просто костюм, это скафандр. А то, чем является человек, сидит внутри. И меняется отношение. Меняется отношение даже к противоположному полу, да? То есть человек уже начинает видеть не только красивое тело, но пытается разглядеть за этим. То есть, как говорится, он начинает смотреть в глаза, пытается разглядеть что-то там. Он уже на опыте знает, что это нечто сидит там. Он уже не засматривается так на пальто. что является твоей ежедневной духовной практикой? Во-первых, я читаю мантру ежедневно. Причем, на самом деле, практика ежедневно очень нужна. Даже если ты понимаешь, что она не приводит к тем результатам, которые обещаны, например, в конфессии, которые дают эти практики. у меня, например, знакомая девушка, она, например, все время делает буддистские простирания каждый день. Как поклоны земные? Это похоже, да. Как земный поклон, только немного сложнее физически. Это действительно очень серьезная нагрузка. Она делает там порядка сотни этих движений. Читаешь мантру, делаешь простирание. И там порядка сотни в день ей нужно сделать 111 тысяч раз. Это примерно 5 лет ежедневной практики. Такое. Это очень тяжело. Я, например, читаю медическую мантру. Я читаю 7 кругов, 7 по 108. Это занимает практически час времени. Это тренировка ума, на самом деле. Это мантра может быть любой. Это может быть православный. Какие-то тексты. Молитва Иисуса. Это может быть что угодно. Вопрос в том, что ты настраиваешь ум заниматься определенной вещью. То есть ты постараешься задержать его, как говорится, быть его хозяином. Держать в божественном направлении. И в божественном направлении. Все верно. В правильном настрое и контролировать его. Вот такие очень простые практики. Из йоги опять же. Вот я там минут 40 у меня занимают какие-то упражнения по йоге. Просто для того, чтобы держать тело в каком-то порядке, чтобы оно могло служить исправно. Иначе я не смогу. Например, вот так вот мотаться, спать по 5 часов и так далее. И столько деятельности производить. Питание опять же. Это не более чем совет. Например, что я уже 15 лет вегетарианец. И могу сказать, что посмотрите на меня, я нисколько не пострадал. Я даже еще думаю, куда бы еще что-то девать. Потому что для меня это уже даже многовато. Как бы всего этого на мне надевано. И действительно, люди же начинают гораздо лучше себя чувствовать, когда перестают эту убиенную пищу есть. Поэтому и в христианстве же известно, что все вот очень такие вот какие-то святые личности, они же очень аскетичны образ жизни вели в плане питания и каких-то таких вещей. В конце концов, например, виническая культура вообще говорит, что люди, которые занимаются духовными практиками и донесением, каких-то духовных вещей для людей. Вообще, обязаны пить только воду. Вот. Когда вот я спрашивал свою девушку, знакомую, находящуюся в Исконе, в обществе Садане Кришны, я ей жаловался, говорю, что ты знаешь, мне в дороге очень трудно найти какой-то там травяной чай или там эти компотики, потому что все время пихают этот кофе. Она такая смотрит, говорит, Илья, о чем ты говоришь? Ты вообще браман, ты должен вот такую воду пить. Какие компотики? Говорит. Ты чего тут, говорит, жалуешься мне? Так что иди отсюда и не жалуйся. Очень жестко так со мной. Молодец, но это же правда. Я знаю, что вот у меня есть знакомые преподаватели по йоге, они тоже, они пьют только воду. Это описано в очень древних текстах более 15 тысяч лет назад. Люди, которые другим несут духовные дисциплины, должны очень аскетично себя содержать. Безусственный вызов мне? Нет, но это же в любой традиции есть же, это понятно. не особо имеет значение, да. То есть, в каком, грубо говоря, русле находится этот аскетизм. Но, я считаю, Мочери действительно сказал, что чистота духовная напрямую зависит от чистоты вообще. уровень саморазвития. он напрямую зависит от чистоты. А это чистота и тела, и мысли, и так далее, и так далее. Вообще. Сегодня такой особый день, когда мы с тобой беседуем, потому что это страстная пятница, день, когда вспоминается смерть Христа. как Христа ты воспринимаешь для тебя, он кто? И чему ты... Для меня это, конечно, такой вопрос непростой. Да, да. Я сугубо прабоматичный человек. Более всего, наверное, в Библии, на меня похож Фома, да, неверующий. Пока вот пальцы не вложу, не уверую, грубо говоря. Для меня даже не столь важно, существовал ли Иисус на самом деле, или нет. Я ведь не знаю, как говорится, не видел, за руку не держал, и так далее. Но для меня это не столь важно. Гораздо важнее то, что Он принес, да, посредством Него было принесено людям. Это точно так же, как, наверное, не очень, наверное, удачный пример, да, но другого, вот, я не могу подобрать. Грубо говоря, есть библиотекарь, ты приходишь в библиотеку и просишь книгу, да, например, там, а Он тебе взял эту книгу вот с полки, взял, принес и дал. Угу. Так вот, смысл же в книге, которую ты просил, да? Так вот, Иисус это библиотекарь, который взял из библиотеки книгу и донес ее людям, знания, да, и по сути не столь важно, да, то есть, что его личность, его жизнь служит как раз примером, все, что описано, да, именно примером, каково это может быть. Но мне кажется, что человек, чтобы понять суть, да, вот жизни Христа и, собственно, все, что произошло с ним, он действительно должен обладать духовным опытом, сам человек, чтобы осознать величину этого вообще поступка, да, и зачем это было сделано. Потому что очень по-разному люди это воспринимают. и тот, кто не понимает и пытается осознать это просто умом, да, ну, как бы, он же, каждый человек сообразно себе, да, это как бы пытается понять, со своей колокольни, ну, говоря, со своего уровня. И это понимается очень на разных уровнях. Потому что мы, когда, я когда начал читать, вот так всерьез, да, Библию, мы начали ее читать с моим другом примерно, когда мне было 22 года. очень так всерьез взялись прямо по каждому, по абзацу, вот прямо вот несколько раз от корки до корки. Мы сидели, обсуждали это часами на балконе с ним. И прям перерывали все, там, лезли во все источники, там, и так далее, там, все апокрифы прочитали, и так далее. И мне казалось, что я так все хорошо понимаю. А потом прошло буквально лет 5-6, я еще раз вот перечитал все Евангелие и вообще по-другому все понял. А потом еще через пять лет, вообще все по-другому. И я понимаю, что это можно читать каждые 5 лет вот так вот до конца жизни и все время что-то большее и большее и большее для себя понимать. Потому что, и это, наверное, в каждом тексте, который содержит какие-то вот такие вот духовные знания. Потому что зависит от читающего, а не от текста. И поскольку он меняется постоянно, то каждый раз, если текст написан из сутевого и сто из вечности, то каждый раз ты прочитываешь и находишь что-то новое. Да, конечно. Я продолжаю эту метафору. Мне кажется, Иисус такую книгу выдал человечество. Повесть о настоящем человеке. Да, да. Что-то в этом роде. Это, кстати, было бы очень здорово на самом деле так вот назвать. Правда? Скажи, пожалуйста, у тебя такой вызывающий сценический псевдоним. Мы даже не знаем, как в нашей группе, которая готовит эту программу, как там указать-то тебе по фамилии или по псевдониму. Почему ты такой выбрал? Это, кстати, тоже история, в общем-то, непосредственно связана с Иисусом Христом, можно сказать так. Подозреваю. Это история с дворового моего детства. Дело в том, что у меня всегда было обострено чувство такой справедливости в детстве. И в школе я замечал такую историю, что учителя наши школьные очень хорошо относились к откровенным подонкам. Только потому, что они внешне пытались соблюдать какую-то правильную перед ними картину. Внешнюю. То есть они приходили в отглаженных рубашках, в правильно завязанном галстуке и так далее. Хотя они были настоящими подонками. И сейчас они практически все, кто в тюрьме, кто на кладбище. И учителя к ним очень хорошо относились. Вот Дима, посмотрите, какой он аккуратный, к нам тролевали, обращается вежливо. А Дима, который торговал наркотиками по всем дворам, он приходил и говорил, здравствуйте, Маргарита Сергеевна, конечно, как ваше здоровье и так далее. А к людям по-настоящему праведным, а были такие ребята среди нас, они относились плохо. Потому что человек праведный уже в том возрасте, для него не столь важны были внешние вещи. Поэтому он больше обращал внимание на внутренние. Он может приходил с криво завязанным галстуком, может даже не в рубашке, а в свитере каком-то драном и так далее. Для него это не имело значения, как и для меня, например. Но к нам относились очень плохо и все время ставили в дурной пример. И среди таких людей был у нас парень в соседнем дворе, у которого была кличка «Черт». Вот так вот, дворовая. Он был такой взлохмаченный, он действительно был похож внешне. И он был очень интересным человеком. Он уже тогда все время что-то говорил о Боге, он говорил о мироздании. А мы такие еще были лопухи, мало чего понимали, но мне было очень интересно. Я очень хотел с ним пообщаться, вздружиться, а это было сложно, потому что вражеские дворы. И не успел, потому что он трагически погиб. И вот пометуя об этой ситуации несправедливой, я взял в память о нем себе эту кличку «Черт» и сказал, что я понесу ее через всю жизнь для того, чтобы смести со своей дороги тех людей, которые будут меня воспринимать только по имени. И в конце концов, когда потом в 16 лет я прочитал Евангелие первый раз, я нашел прекрасную фразу, собственно, которую оформила вот все мое к этому отношение, где написано, что «Узнайте дерево по плодам». И поэтому вот меня… Я встречал таких людей действительно, например, очень яркий пример был с Жанной Бечевской, с которой я пересекся на телепрограмме, которая, в общем-то, является вроде бы глубоко верующим человеком, да, и она была вот… мама моя была поклонницей ее творчества и так далее. И она… Когда нас представили, а я пришел вот в какой-то черной майке, значит, такой… с татуировками, да, у меня какое-то такое лицо индейца было здесь, такое вот татуированного, и она говорит, вот черт… И она сразу так на менял пальцем, она такая, да в нем же бес, посмотрите, там он дьяволу служит, отчитку ему надо, там все… И как погнала… А я так сижу и думаю, боже, какой ужас-то, какой ужас-то, сколько же в ней ненависти, злобы и все такое… Я просто… Я же испугался ее, вы знаете… И вот для меня это был показательный, конечно, вот случай. Просто вот Жанна была очень радикальным примером этого, но очень часто встречались люди, которые, зная, что меня, да, зовут, у меня кличка черт, они говорят, ой, мы человека с таким именем в программу не возьмем, да, или там, вот в эфир нам не надо, и так далее, там на фестиваль… И я сразу говорю, мне-то с вами тоже не по пути, ребят. Слава Богу, что вы сами себя выдали. Эта кличка очень хорошо на меня работала всю жизнь. Класс, ну раз мы здесь вместе, и в такой день, то я думаю, что значит, есть возможность и, может быть, мудрость идти за пределы слов, для того, чтобы в самую суть попасть. Слушай, я хотел тебя спросить, вот о чем, куда сейчас идет человечество. Вначале, ты начал говорить об этом немножко, и ты так уверенно сказал, что это время перемены, пробуждений и так далее. Иногда в это хочется верить, и внутренне я чувствую и верю, потому что я встречаю людей, которые пробуждены или пробуждающиеся. И на этой программе чаще всего, честно говоря. Удивительно. Вот. Но как-то в общей массе, где, я смотрю, что люди очень отождествились с миром форм, люди находятся в какой-то такой загности и совершенно сумасшедшей скорости, и они говорят, нам некогда заниматься этими дурацкими вечными вопросами, там, вашими, там, молитвами, медитациями. Куда человечество идет сейчас? Я бы не сказал, кстати, так. Потому что все больше людей начинают интересоваться этими вещами. Знания только начинают просыпаться. Они просто нам достались издревно, как говорится, все. И люди не очень понимают, зачем это все нужно. То есть утерялось, вот говорю, смысл, цель, мотивация всего этого. Но в нашей стране, да, все-таки вот быт настолько тяжелый, да, людей загнали в такие вот рамки выживаемости, и какой-то идиотический, такой соревновательный, да, вот такой вот составляющий, когда надо быть самым известным, самым успешным, самым богатым и так далее. Потому что, говорится, когда государством правит праведный царь, все государство становится праведным. Потому что это человек, на которого все равняются. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые стоят в управлении, да, другими людьми, подавали пример в этом и объясняли, зачем эти вещи, да, нужны. Все-таки на старшего товарища, да, на какого-то лидера всегда смотрят. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что люди в мире вообще все равно все больше и больше начинают разумом быть готовы к каким-то вот объединениям, да. Это видно уже вот в последний век, да, буквально, что вот Европа там стерла, да, там границы между государствами, да, в Европе. Что сейчас, например, все больше и больше стран начинают переходить на безвизовый режим, да, что можно просто купить билет и поехать, да. Я вообще вот там буквально 20 лет назад не припомню такой страны, чтобы можно было из России вот так запросто, да, из Советского Союза куда-либо поехать, просто купить билет. А сейчас тех стран больше 20. Я думаю, что через 10 лет их станет 50. И да, да. Но это в большей степени социальные явления и... Нет. Это искреннее внутреннее желание людей жить одной семьей. Это правда. Потому что мы все хотим, и нам всем интересно, как живет сосед, да. И, может, у него там, например, макароны вкуснее. А как интересно. А вот он какие-то там что-то там бормочет себе там под нос, да, перед сном. А зачем он это бормочет? А что он бормочет? Я тоже хочу узнать это. А способ какой узнать? Пойти к соседу, подружиться с ним, да. И, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Поэтому люди все равно стараются объединиться. Они понимают, что за этим будущее. Потихоньку будут стираться границы между государствами. Не нужно этого пугаться, потому что самобытность и культура не исчезнут. Все равно, да, вот, например, Европу возьмите. Италия все равно осталась Италией. Германия осталась Германией. Ну, немцы и итальянцы могут спокойно между собой, ну, ездить как угодно, да. Там нет же границ. То есть табличка стоит, вот, кончилась Италия, началась Германия. Но ведь они не слились в одно какое-то. Культура остается. Все остается. То же самое. Это все на планете должно произойти в общем. И есть просто люди, какие-то там культуры и государства, которые этому мешают. И, безусловно, на них концентрируется вся какая-то вот негативная реакция, да, всех остальных жителей планеты, потому что все понимают, что они там нас оттаскивают назад, тащат назад, не дают идти вперед и мешают и так далее. Но все стремятся к этому объединению. И объединение коснется всего. Вот о чем я говорю. Оно коснется не только социальных каких-то вещей, да, и политики. Оно коснется и религии. Все равно люди никогда не смогут до конца примириться, пока вот, да, это все не будет единой основой всех религий. Пока все религии не признают, что все религии говорят об одном и том же. Пока этого признания не будет, все равно будет повод для раздора. Вот, скажем так, будет повод для войны всегда. Насколько я знаю, очень многие высокие, например, там, занимающие высокие посты в буддизме, да, например, ламы, откровенно и официально уже говорят, да, прилюдно, что, например, буддизм, как учение, скоро исчезнет на планете. Не потому, что оно перестало быть актуальным, а потому, что они сказали, что буддизм выполнил свою задачу. То есть мы сохранили это знание, эти практики духовные, пока вот были вот темные времена вот эти все, но сейчас планета будет просыпаться духовно, и будет духовное единое знание о душе. На смену религии должно прийти знание, практически применимое, совершенно разумное, преподаваемое изначально с детского садика, со школы. Поэтому, говорит, буддизм становится просто не нужен. Мы все будем уходить добровольно. Как тебе кажется, христианство уже выполнило свою задачу или еще нет? Мне кажется, это произойдет естественно, без всяких потрясений. То есть не нужно специально ничего удалять, уничтожать и так далее. Оно естественно произойдет, очень мягко. Просто, когда люди начнут просыпаться духовно, они будут осознавать все эти истины, они поймут, например, те вещи, которые, скажем, не очень отражают суть дела, например, в конкретных религиях. Например, уже слишком много людей уже знают о реинкарнации. Слишком много. Тому есть столько примеров опыта. И мало того, даже есть практики, которые позволяют это вспомнить. Совершенно конкретные практики. Как говорится, бери гантелю, хочешь убедиться в этом, возьми и сделай эту практику, ты убедишься в этом, что ты жил не только в этом теле. Ты мог быть очень многими людьми до этого, и даже животными и так далее. Чтобы, например, понять, что в животном и в человеке одна и та же душа, тоже многого не надо. То есть есть конкретные практики, которые позволяют это сделать. Практики. Не обязательно верить на слово. Вот. Прошло время, когда нужно было просто верить на слово. Наступает время, когда все можно проверить. Классно. Я попрошу тебя в завершении песню, которое наиболее созвучно сейчас тебе, твоему состоянию, в моменту настоящего. Угу. Вот как раз об изменениях. Вот. Классно, спасибо. Ты знаешь, я уже минут 15 как практикую, предложен тобой практику, поэтому я сижу и играю на гитаре, у меня руки в татуировках. Вот. А ты, соответственно, если ты это я, а значит ты сидишь в рясе и задаешь Илью вопросы. Так и есть. Прикольно вообще. Так сильно есть. Конечно. Спасибо тебе за участие в нашей программе. Спасибо.